Добрый вечер. Я Максим. В эфире программа День Люди События. Сегодня речь о событии 28 августа. Первые удостоверения личности появились в России в 18 веке. В 1721 году Петр I ввел обязательные паспорта для крестьян, покидающих свое место жительства. В начале 19 века в России появились загрань паспорта. В конце 19 века российский паспорт приобрел вид книжечки, с указанием происхождения, сословной принадлежности и вероисповедания владельца. В 1918 году советское правительство ликвидировало паспортную систему. Удостоверением личности признавался любой официально выданный документ от справки волосного исполкома до профсоюзного билета. 27 декабря 1932 года было издано постановление ЦИК и СНК СССР об установлении паспортной системы в городах, поселках городского типа, райцентрах, а также в Московской области и ряде районов Ленинградской области. В паспортах содержали сведения о дате рождения, национальности, социальном положении, отношении к военной службе, семейном положении, прописке и ДР. Паспорта не выдавались военнослужащим, инвалидам и жителям сел. В 1960-е годы паспорта начали выдаваться и сельскому населению. 28 августа 1974 года совет министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе. Паспортизация распространилась на все население страны, кроме военнослужащих. В отличие от документов предыдущего периода, новые паспорта стали бессрочными. 30 сентября 1997 года в Георгиевском зале Кремля президент России Борис Ельцин вручил первые 30 новых российских паспортов с двуглавым орлом на обложке группе граждан России, достигшем 14-летнего возраста. С 1 октября того же года началась повсеместная выдача российских паспортов нового образца. В этот день новые паспорта получили уже тысячи россиян. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok